Музыка 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 Этот метод, для меня лично, significало много. В течение назад я был из-за этого, и я делал все. Я прошел один год от этого, но все, что мне было предложено, и что я получила, физиотерапия, остеопатия, не было сортированных эффектов, ази, что мне было привлечено к пегераментам. Я был медленный курс на медицинском языке, в этом месте работал, автором этого метода. И нестинно, не разговаривали, что мне сказали, что не идти, не следую, не следую, все, что не работало, я сказал, что сейчас я буду по другому дороге. И я попробую. И так было. И для меня это означало, что уходить из этого тоннеля и из-за болезни и из-за болезни и из-за болезни, и, другая, решить обращение этой методики и contribуя к своей дистанции и к своему ремонту. Этот метод имеет две основные элементы, которые, на одной из-за респирации, которое входит из йога, и, другая, на хирупатике, для того, что касается позиции и движения. Это были две основные элементы этой методики. В реальности, что делает позиции и движения коррективы, это респирация. Что эти две авторы из этого метода сделали, это было раскрыть и революцировать знания антики. Кто-то из-за нас не спирает. Респирация является основным актом для нашей жизни. И, конечно же, это методики, что она уникальна. Учителя, что она уникальна венера, которая была живой, которая была на ее шутер-патике, что когда она встречала эту хирупатику, она сфер-патику с мамой до времени, она была немедленно с мамой, которая работала в Милану, которая была выбрана в Милану. Но она делала университет в манчатой дураке на время эффектовых трактов. Она живет в Тревисо, и она была в Милану Тревисо, в Виаге и Ритоно, потому что в центре хирургии была в Милану, и на самом деле, что она была экспериментирована с хирургой, и она была потерплена. И она была университетом, и университетом, и его доверили, и он подвислился к этому хирургу. Он был очень отличным персонажем, он стал 20 лет, когда в Милану, он был университетом, который был был убитым в Милану во время находясь, и он был закончен на задних потенках, как она была в Москве, из-насмолвая, и, как они получили, для того, чтобы создать решение о проблемах, он был продан в колледжем Дэвид Данил Палмер в Эвенпорт, который был родственником кинезиологии и хирургии, который был вставлен в ноги, не было ничего, он был только предоставлен, чтобы он был человеком. И так он был. И автор этого метода, который мы сейчас поговорим, и что мы посетим, и что мы также будем экспериментировать, обракировал, приспособился к этому поводу, к этому поводу, к этому поводу, и становился чiroprатиком. И потом начинал гирать в мире, чтобы понять, как и народы урожают боли остео-artиколари, урожают боли, заболевают. И, в свою vastу экспертизу, она закончилась в Африке, и она встретилась в Африке, которая из Бушман. И Бушман, чтобы урожать свои дистурки, они геттят на землю и спират, делая пауза после каждой фазы respiratorии, в различные условия. Он делал эту экспертизу, он познакомился к этой природе, и он получил эту экспертизу, и он получил только когда он, в 1978, эта нобильная донна венета. И, в конце концов, он был искренним методом, который был искренним методом, чтобы урожать свои пациенты. И, в конце концов, он пытался решать свои требования. И, в конце концов, он работал этот метод. Зил Грей, это первая часть, из-за двух авторов. До тогда, эта дорога была длинная, и мы еще здесь поговорим. Здесь, в Ливорно, до около 13 лет, есть представительная национальная цена этого метода. А две пасси до здесь. Возможно сказать, что, в моей декеннале, потому что я начинала меня в 2000, в году 2000, что мне всегда интересовало, и всегда больше, это то, что, в общем-то, это, в общем-то, это, в общем-то, это позволяет для людей узнать себя и узнать себя, и узнать свои свои ресурсы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 дали донне, пищевые и эффективные dari отечества в доноре. Очень часто, как в уроке, как когда-то есть артики акцентной, в качестве детей catastrophic, или артики, и съемок, в конец переносновании, Вgeben, в качестве будет сложно заключаться, что у нас портно просьба не равна предоставить как исключение для того, как-то последовательного категора. ЗИЛГРЕИ, «Cosё come non si dovrebbe accettare l'indicazione di taglio cesareo per parto struito, sproporzione cefalo-pelvica senza aver praticato l'epidurale e aver variato le posizioni, l'impiego coerente dello ZILGREI dovrebbe far parte del repertorio di tutte le ostetiche, che lo dovrebbero utilizzare prima che venga pronunciata l'indicazione per un taglio cesareo». Questa è solo, come dire, una piccola cosa. Poi, in questo libro, ci sono le esperienze anche delle ostetriche. Продолжение следует... 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 Я спросила, как это было так просто, чтобы сделать это очень тяжелый болезнь. Но я хотела сделать это с удовольствием, потому что я знала свою историю, даже физическую историю, и у меня были проблемы, и я спросила, что если она уехала, она уехала. Я, вероятно. И, в течение недели, в течение недели, мне пришли эти боли. Мне были еще другие боли, которые я имею в виду, и они прививали от одной из-за отрицательной волосы, в которой я ищу. И, я понял, что этот турцикол и его употребляют именно из-за того, что его вызвали. Так я мог бы, так сказать, с методом Зингрэй, это ключевая проблема. И это мне помогает, и мне помогает очень, потому что у меня много проблем, и если у меня не были эти проблемы, он мне сказал, что она может стоять только с бустой, и я сказал, что я спираю. И он остался вот так, и мне сказали, что с репрированием и репрированием, и кровь, и реприрование, и реприрование, и реприрование, и реприрование. Это была моя опыт, после того, как я сделал курсу в 2002, я встретил Анзе, который был посетителем, поэтому я хотел бы, прежде всего, чтобы он был посетителем, и проявить его, и об этом, и я думаю, что это не было ни наше, но он просто потенциал, и он просто потенциал, и наше время, и наше время, и до последнего. Ну, в финал лунчо, да. Я здесь вечером удачу большие контрактуры на ломбаре, но я здесь. Я остался в состоянии, чтобы быть в детстве, но я здесь, потому что я здесь, потому что я вечером делаю шоке, что мне нравится играть в игру, мне нравится идти на ломбаре, и я делал сану в группе 3, и я спинал много, поэтому я получил хорошие вещи. Я не был уверен, потому что я не могу помочь. Я две ночи, когда я делал ломбаре, я делал ломбаре, если я не делал ломбаре, я делал ломбаре, и я здесь. Примерно я делал ломбаре, которое я делал, ломбаре не стало мало, мне кажется, это просто твой биологичный знак, это говорит о том, что я вам скажу, что я думаю, что я решила, И я решил, в какой-то момент, или для меня, или для меня, или для меня, чтобы сделать это место, чтобы яpellал, чтобы я был такой, чтобы я могу сделать это. Потому что, как я сказал, можно делать это все, что можно делать. Все это учащиеся в курсе ведущих, но в каждой книге есть написано, что это хорошо следить за исключением, потому что книги, как вы можете видеть, они привлекательны, они являются индивидуальными. Требята, в том числе, разнорвали эти книги, и они решили, даже не переставшиеся, они решили, даже не дают нам основные, которые, как спортивные, как учитывают проблемы с пубальгия. Мы знаем, что учитывают, что используют, которые используются для оптимизации и для гара и методов Зилгрей. Обычно, каждый человек является разнорванием, То есть личная личность, и из-за того, что в качестве, в качестве, в качестве, в качестве индивидуале, как в группе. Метод Зилгрей был в 1978 году, в Италии. Это все итальянское историческое, несмотря на то, что название немного странно. В моих первые годы они были в большинстве. Италия, в Киеве и в Киеве, в Мальчике, в Киеве, в Киеве, на Мальчике, в полнадцатом. В Киеве, в Киеве, в Киеве, мы еще раз довели его. Просто потому, что, в международных методов, все необходимые методы, это может быть в синергию с другими другими и оттимизировать их. Это может быть оттимизировать спортивные, например, что не только. Какие из вас, который здесь, вы, здесь, спериментировали маленькую вещь на сегодняшний день, в университете, в университете, в университете, И поэтому, если вы хотите, расскажите, что типо-либо испытания он получил? Я думаю, что это было очень маленькое событие. Ина. Ина. Да, 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 да. Значит, если мы здесь, мы работаем, то есть что интересуетnes. Understanding это не было, потому что нет, но мы умеем общаться, мы лишь от этой работы нам помимо полученные результаты. Я не знаю, потому что это должно быть решено из-за того, кто-то предоставленный мастер, но это может быть правильным способом. Зилгрей, которая называется «динамогенка», это означает, что это значит, что это значит. Это в которой виситые паузы после каждой фазы, но в паузы очень precise, то есть максимум 5 секунд. И эта персонализация также делается нарушением паузы, или нарушением паузы после каждой фазы. Это абсолютно соблюдение, это абсолютно особо. Это была идея, который ведет меня, в том направлении, в одном из отделе структуре, я тоже были медицей. Благодаря сотрудничество с работой, сandenbergillированный материал детский сфер и Санитаря и в том направлении, что работают паузы, чтобы было оправдываться в паузы, в группу пациентов которые занимают реабилитацию для патологии респираторием которые связаны к профессиональной профессии асбестозии бронхопиоматии кронико-струтивы и профессиональные мы хотели обращаться с гиннастикой традиционной которую они делают в периодах и реабилитации естественные и предыдывания обращаться наиболее реабилитации как и наиболее реабилитации стремление респирации вещество реабилитации респирации как в случае с асбестозой, происходит в том числе, что спасти с альвеоли полмонари остается устанавливать в таком случае, и, соответственно, все эти люди были проблем в формировании, потому что в альвеоли было трудно прийти, то есть прийти к альвеоли. Советически, они были все эти чувства. Систанавливали полноцензиознание. Прично в первый день мыла была переческая сгудка за 14 дней, как это обычно в период ту наступне в шердголи. Я не знала, в начале, это время результаты на пауза после респиратория, которая была проблематична. И все, в этом группе, около 20 лет, после всего 1 неделя, у них уже была пауза после респиратория, и не функционировала. И потом 2 недели, они хотели бы продолжать 2 недели, и они не хотели, а то, что не было возможности, а то, что не было возможности. Ли, мы сделали все проверки, мы сделали спирометрические, мы сделали проверку медицинскую проверку, и, по сравнению с другой группой, что делали гинстические резервы, классная, и, по-протоколу, метод Зигра, и результатов более эффективно, в том числе, в том числе, в том числе, и, по-протоколу, в том числе, в различные части, в Тоскане, в Тоскане, в Тоскане, в Ливорне, в Лазию, все стремляне – все остальные решения – все остальные решения – все остались в Тоскане. Академия, и у нас были возможности, некоторые возможности, у которых начали уничтожить, у них не было ничего не было, я помню, когда я иду на один из этих, в Сене, я помню, у меня, в том числе, он, вместо того, чтобы он был встанем, он был встанем, он был встанем, поэтому все время он был встанем, Возвращение следует... ...и не вести себя в доме. Поэтому, как у нас есть обычный способ, как отравления между спиральностью и движением, что расстроится, то позволяет организм, то позволяет им репортажно укрепить свою работу, что они позволяют им иметь лучше. Это было очень маленькое опыт. Это было бы для меня. Но это дало то, и в качестве этого метода. Как мы сделали другие, мы сделали театры, которые позволяют проверить другую часть очень важной работы этого метода, которая имеет коррекцию из-за гамма. Возможно, выяснете, что вы имеете из-за гамма коррекции из-за того, что это, в результате, А не г 같, а в частности, у вредных ситуациях, у нас есть несколько недоступных урочных ситуаций, как у 나라� as well, в результате. Потому что у нас так, так и гребены урочные руки, но такие, что у нас очень рарит возможно. Например, у нас в phase кое-как устроено вредных ситуациях, где у нас были вредные вредные ситуации, и поэтому это принято вредных ситуациях, что-то интересные явления с этим, мы не можем провести ничего. кто-то льет. С ejemplo, по сути из-за таквы, люди у них остальные. Гамба более lungа. Однако, это реально классно. Совсемicas не могут собрать какие-то люди обречены произведения органи Clapham и очень важно, то мы не можем делать ничего. Но мы можем делать все зависит от ?... В процессе предоставлено если один из-за того, у нас есть обращение, отчетно, отчетно, мы используем, в основном, в нашей жизни, половина из-за того, и в силу, в нашей жизни, и это, в результате отчетных целей, в нашем теле, приводит в две части на споснованиях и в направлении наиболее, и в направлении тратка ди uno squilibrio muscolare, è possibile mettendosi in una determinata posizione con l'avvenemento della respirazione, in particolare quella di Zilgrey, di ribilanciare, cioè riportare all'equilibrio i due Эмебашини, quindi di correggere questo sbilanciamento, che si porta dietro però tutta una serie di dolori muscolari e contratture muscolari, И это важный элемент, потому что мы видим, что в темном случае, что мы видим, дали сквозьи башни, тихи дистурби. Оно из нас, то есть, у нас, то есть, практически, всего один. Поэтому, в любом случае, в этом случае, в этом случае, будет, по-на-друге, Это понятно, как рассказала Паула, что, когда начнется делать это, могут появляться заболевания, что один из-за заболевания, может быть, кто-то так давно назад. Так случилось, например, с людьми, на реабилитацию respiratoria, на терминии порретта. Один из-за заболевания была заболевания, препятавая мелодия, но можно оставаться непременно, но в последовании, которые были сегодняшно не Porthram, как мы назвали, что у нас чудовище прибавляет из-за чурсийского пациента, то, в последовании трех дней он исполняет свой пациент, Он не был сцеплен, он не был сцеплен, он не был сцеплен и не был сцеплен. Что в методом Зилгрейхе, который теперь стал спиродинамик, мы не хотим, как информация из-за того, как мы не знаем, мы знаем, когда у нас болезнь, мы знаем. Мы не хотим, но мы хотим, чтобы научиться, и причем выжить чувство, возможность, если ударов от daher, если вы виноватся факiedлением даст боль. А я бы словно, возможно, рискование под действием пациентов на мусором? Ассортаминье. Мы Scriptures имеем всех глаголов. У нас мои лаги, те, что разумные, из-за политики, algunos анализ. Да аэро Glennу держал. Основная ситуация Синдометритивная связь, который я его позиционирую, в смысле, что, в синдоме restритива, который имеет сложный институт, вне аллергии, вне аллергии, вне аллергии, есть у вас вопрос. То есть, в аэре, в оси, но потом, вея, вверху, 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 и, поэтому, вверху, 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 И плюс, в метод Зилгрей, в метод Зилгрей, в метод Зилгрей, в метод Зилгрей, есть одна особенность, в смысле, что мы работаем на реликвирование из-за структуры. Когда у нас есть проблема в одной направлении, мы идем всегда в направлении опыта. Это одна из самых известных знаний из-за структуры, которые вызывают болезни и остеи артикологи, которые вызывают болезни и остеи артикологи. В его большинстве, в реликвировании, в реликвировании структуры, все те, что они называют «сублустации», спостamenti di una o più vertebre praticamente vengono corretti, ma la persona se lo fa da sé, cioè impara a farlo da sé, senza l'intervento di un chiropratico. Chiropratico in genere esercita una forza notevole, non so se qualcuno di voi ha mai fatto un trattamento chiropratico o osteopatico, ma la forza che avete percepito esercitata dal chiropratico, dall'osteopata è di notevole entità. Hans vide che con questo metodo è possibile invece che la persona fa sul suo corpo quello che gli farebbe il chiropratico, quindi anche in tutte quelle situazioni in cui in realtà la persona potrebbe anche, ci sarebbero anche delle controindicazioni ad essere toccati, perché mica tutti possono essere toccati e manipolati, perché non siamo mica tutti uguali, dipende anche dalla situazione in cui ci veniamo a trovare, diventa importante avere qualcosa che ci permette di farlo senza essere invasivi, senza forzare. Per noi è invitare il corpo all'autoregolazione e questo si fa anche mettendo a posto la struttura. Le innervazioni che arrivano, quindi entrate in uscita praticamente dalla colonna vertebrale, quindi dal midollo spinale, hanno a che fare con la colonna vertebrale, quindi se una o più vertebrale sono spostate, automaticamente anche queste innervazioni entrate in uscita, quindi i messaggi entrate in uscita risultano distorti o comunque ostacolati. Quindi il riequilibrio della struttura consente, quindi raggiunge qualcosa in più, quindi un contributo ulteriore. Tornando proprio al difetto respiratorio di per sé dell'allergia, che è una sindrome quindi tipo ostruttivo, le vie respiratorie si chiudono, la respirazione, zilgrei, respiro dinamogenico, manterrà quindi la pausa dopo l'ispirazione e non dopo l'espirazione. Poi l'ossigeno, l'ossigenazione, negli ultimi tempi si è visto anche scientificamente, che ha tutta una serie di legami anche con l'asma, quindi con le sindrome di tipo ostruttivo. E questo come dire apre un altro scenario, quindi un altro ulteriore contributo che metodologie come questa di cui stiamo parlando stasera possono assolutamente dare. Il miglioramento c'è. Poi si fa lavorare il diaframma in maniera fisiologica, perché quando sentite parlare di respirazione diaframmatica, il diaframma lo usiamo sia che respiriamo alto che respiriamo basso. Il muscolo principale della respirazione è sempre il solito, non cambia. Però cambia che cosa succede usandolo in un modo piuttosto che in un altro. Noi non siamo abituati molto alla respirazione, a pensare alla respirazione addominale, che è quella più fisiologica. Devo dire in questo un po' noi medici siamo stati un po' responsabili da questo punto di vista. Perché se ci pensate bene, quando tutti noi andiamo dal nostro medico curante e lui ci chiede e ci visita e ci chiede di respirare profondamente, noi cosa facciamo? Facciamo questo. Ma questo in realtà non consente nemmeno a noi di valutare completamente la funzionalità respiratoria. Perché voi provate a pensare, se questo è il vostro diaframma, allora sopra questo diaframma ci sono i polmoni. Allora se il diaframma noi lo facciamo lavorare bene, nel senso che respiriamo di pancia, quando noi prendiamo aria il diaframma si abbassa, si contrae e si abbassa e i polmoni hanno la possibilità di espandersi. Ma se noi invece, come succede quando facciamo così, lo mandiamo su e lo mandiamo su forzatamente, voi immaginate ci sono sopra i polmoni. Quindi noi cosa facciamo? Non facciamo fare altro che un lavoro di compressione sui polmoni e questo non consente un adeguato apporto di ossigeno, o quantomeno meno di quello che potremmo avere fisiologicamente. Se poi a questo, come succede nella nostra metodologia, aggiungiamo le pause e favoriamo ulteriormente l'entrata dell'ossigenazione. Poi nel tempo, in situazioni come quelle delle allergie o dell'altra patologia respiratoria, è possibile riabilitare quella funzione e ad andare ad agire anche su un altro meccanismo che è molto importante, perché non dobbiamo dimenticarci che il funzionamento del nostro corpo passa per il sistema nervoso neurovegetativo, cioè quel sistema nervoso autonomo che regola le nostre funzioni involontarie, ci garantisce la sopravvivenza. Però quello regola anche quello, il respiro. Attraverso la respirazione noi possiamo andare a regolare anche quello, quindi possiamo influire su ogni condizione in maniera semplice. Non so se sono riuscita, perché poi noi spieghiamo, poi dopo ve lo facciamo sperimentare, perché una cosa sono le parole e una cosa è il provare e lo sperimentare. E poi ci sono nel metodo, in un percorso individuale o di gruppo, poi ci sono tutta un'altra serie di lavori che vengono fatti, cioè un lavoro prima di tutto sull'ascolto dell'autopercezione, cioè lo sviluppare la capacità di ascoltare se stessi, i segnali del proprio corpo. Un lavoro sull'autoorientamento, cioè sulla capacità che noi abbiamo di muoverci nello spazio, perché poi ci consentirà di leggere i segnali del nostro corpo. Un lavoro sui, nel lavorare sul riequilio della struttura, un lavoro sui singoli piani di movimento, facendo dei movimenti semplici, ma che non implichino il coinvolgimento di più piani muscolari, quindi dei movimenti puliti. Ci sono lavori per esempio su, se io ho un problema che so ad un braccio, ci sono lavori per esempio usando, se io ho un problema per dire, faccio un esempio, ho un problema andando così, il mio problema è qui, io posso fare due cose sostanzialmente, o trovo su questo arco di movimento una posizione in cui sto meglio, potrebbe anche essere la posizione opposta, anche se proprio non può essere opposta perché indietro il braccio non può andare più di tanto, oppure come io vado nella direzione opposta posso usare l'altro braccio, mettendolo nella stessa posizione in cui questo, quello coinvolto mi dà fastidio. Ci faccio sopra la respirazione e magicamente, ma non magicamente, perché questo ha un senso, l'effetto si trasferisce al braccio coinvolto. Provare per credere. Ricordo di essere stata qualche anno fa a una scuola che facevo e di aver avuto una collega che nella pausa facevo questo coso, nella pausa era lì che si muoveva questo braccio, io non capivo cosa faceva, non posso muovermi, era lì che si lamentava. Come era un po' che lo faceva, io a un certo punto mi sono avvicinata e gli ho detto scusa ma io forse ho da proporti qualcosa. Avevamo ancora un po' di tempo prima dell'inizio della lezione del pomeriggio, le ho insegnato a respirare, le ho fatto una cosa molto semplice, appunto con questa, questo è il principio dell'atto non coinvolto e lei alzato questo che non riusciva più a tirare su così ed è rimasta. Dopo tanto diverso tempo è tornata da me e quell'effetto le era rimasto per averlo fatto una volta sola, cioè tipo per me era tornata da me un anno dopo con la sorella, le era durato un anno. Proviamo? Vi ha incuriosito a questo punto? No veramente, sembra cosa ma è veramente, c'è qualcuno che ha qualche dolore? Sapete c'è anche un altro aspetto non indifferente che la respirazione ha un effetto importante da un punto di vista di disintossicazione dell'organismo, perché oltre il 90% degli acidi volatili prodotti dal nostro organismo viene eliminato attraverso il respiro. Se la mia respirazione, voi potete pensare, se la mia respirazione o se la vostra respirazione è una respirazione di tipo toracico, probabilmente ne eliminerete di meno di questi acidi volatili che il vostro corpo produce, diversamente da quanto può succedere invece respirando fisiologicamente. E sapete quando è che noi tutti respiriamo fisiologicamente? Quindi quando il diaframma fa il suo lavoro, quando noi dormiamo e quando non c'è il controllo razionale, il controllo razionale e l'ansia che tutti noi spesso viviamo e per la quale rimaniamo a volte senza fiato, perché ci capita anche, non so se è la vostra esperienza, ma ogni tempo, poi dopo sospiriamo, come finalmente siamo andati in apnea, adesso possiamo recuperare. Quindi questo ci consente, come dire, di avere una maggiore eliminazione anche di tossine. Questa piccola esperienza l'abbiamo fatta qui dentro l'estate scorsa con un piccolo gruppo di persone, in cui abbiamo provato a vedere la differenza tra che tipo di effetto aveva sulla disintossicazione e quindi sui movimenti, sulla capacità di movimento e sulla piezza del movimento, la respirazione di gray ed altre strategie. Ed è stato veramente molto interessante. Un'altra cosa molto importante, in questo metodo è assolutamente fondamentale la posizione che si assume. La posizione di partenza in cui noi eseguiamo i movimenti, assumiamo le posizioni e poi a cui abbiniamo la respirazione, il gray respiro dinamogenico, è assolutamente fondamentale, perché se noi ci mettiamo in una posizione piuttosto che un'altra, l'effetto può essere completamente diverso. Anche la posizione dei nostri occhi fa cambiare tutto, perché tutto influenza tutto. Nel 2007 noi abbiamo fatto un convegno sul rapporto tra scoliosi e tutto il resto del mondo, tra virgolette. Abbiamo per esempio voluto capire che tipo di correlazione c'era con la deviazione del setto nasale. Se voi ci pensate e se ci fate caso, il setto nasale è lo scheletro del naso, come la nostra colonna vertebrae è lo scheletro del corpo. A me è capitato, prima di quel convegno, di avere a che fare con due persone, ho avuto due casi di persone che ho seguito. Una aveva avuto un problema, un ragazzo aveva praticamente questa scoliosi importante, guardando la sua radiografia e guardando il suo setto nasale, l'andamento delle curve era praticamente lo stesso. Quello che è stato molto interessante capire e vedere, sperimentare e poi verificare anche con indagini tipo la stabilometria, quindi la posturografia, è che praticamente correggendo la scoliosi, nel metodo Zilgrey, il respiro dynamic Zilgrey, c'è un percorso specifico per la scoliosi. Correggendo la scoliosi si è corretta la deviazione del setto nasale, perché il setto nasale non è un osto di una grande consistenza, quindi è molto plastico. Questa persona a distanza di anni, perché io l'ho rincontrato, questo ragazzo l'ho rincontrato, più o meno dopo quasi dieci anni, il setto nasale era ancora dritto, è stato curioso, ero curiosa perché poi non l'avevo più rivisto e la correzione della scoliosi era stata ovviamente mantenuta. Un'altra persona aveva avuto un problema su, era venuta da me perché ha avuto un forte attacco di lombalgia, era rimasto bloccato con la colonna vertebrale e in quel caso il suo setto nasale andava nella direzione opposta del suo bacino, perché noi comunque dobbiamo mantenere il baricentro, quindi se una parte va in una direzione, l'altra deve andare nell'altra per mantenerci in asse. Fatto il percorso Zil Gray, anche a lui se è corretta la deviazione del setto. Avete qualche domanda? Ci sono degli esercizi generici che possono, cioè non specifici che possono essere. Allora ci sono delle... ...e un mantenimento tra virgolette. Sì, allora si comincia un percorso in cui si comincia prima a percepire il proprio respiro, quindi a diventare consapevoli della propria respirazione, dell'effetto che la respirazione ha più sulle proprie sensazioni. A questa respirazione si assumono determinate posizioni, anche la posizione corretta, che noi consideriamo corretta, quella che no, perché chiaramente stare così, voi capite che non è proprio una posizione corretta, e forse quella in cui noi ci accasciamo dopo un po', o magari ci mettiamo così sul divano dopo un po', assumiamo posizioni strane. Dopodiché questa respirazione viene la base abbinata alle posizioni e movimenti, la base che è quella che consente poi il mantenimento, è quella che vi insegneremo brevemente, vi faremo sperimentare brevemente stasera. Questa è il punto di partenza per qualsiasi tipo di problematica. Un chirurgo maxilofacciale austriaco ha la sua assistente con istruttrice Zil Gray. Del 100% dei casi che arrivano a lui per problematiche di articolazione temporomandibolare, di masticazione, per le quali sarebbe stata posta l'indicazione chirurgica, lui prima di arrivare all'indicazione chirurgica, un po' come fa il primario di ginecologia di Colonia, a tutti fa fare il percorso Zil Gray, la prima parte, respirazione e autoterapia di base. Nella sua esperienza il 70% dei casi si risolvono solo con le autoterapie di base, solo. A lui rimangono il 30% su cui intervenire chirurgicamente. Perché noi comunque, per quello che ho detto prima, dobbiamo riequilibrare prima di tutto la struttura, quindi si parte dall'alto sempre, tratto cervicale, tratto lombare, bacino, questa è la base. Che lo faccia in piedi, seduta o sdraiata, la cosa non cambia. Cioè nel senso l'effetto non cambia, è sempre un effetto di correzione. Poi l'ulteriore personalizzazione è il fatto che su ogni, chiamiamolo esercizio, ma che per noi è un procedimento di autoaiuto. È possibile personalizzare, nel senso che la modalità con cui si esegue il procedimento di autoaiuto, cioè l'esercizio, è assolutamente variabile. Nel senso, se uno si può muovere, si muove. Se può star fermo, sta fermo. Se vogliamo lavorare contro resistenza, vogliamo contro una superficie di resistenza. Cioè abbiamo almeno sei possibili varianti di esecuzione di ciascun procedimento di autoaiuto. Quindi c'è proprio l'assoluta personalizzazione, cioè proprio ritagliare sulla persona. Se una persona può stare in una posizione, sta in quella, se non ci può stare, si cambia. E anche se ci si accorge che in una determinata posizione, dopo un po', la persona non ci può stare, si interrompe quello che si sta facendo, lo si riporta nella posizione di partenza e si trova un'altra posizione da fare. Non è un'applicazione standard e rigida di quello che stiamo facendo, ma è un'applicazione rispettosa di quello che il corpo della persona chiede. Alla persona viene chiesto poi, in questo lavoro di ascolto, di imparare a distinguere i segnali che il corpo dà, quindi l'informazione che il corpo dà, in una direzione piuttosto che in un'altra. Poi ci sono anche altre indicazioni che noi diamo. Diamo le indicazioni, per esempio, su come abbinare le respirazioni ai movimenti che facciamo quotidianamente, alzarsi e sedersi da una sedia. Sembra banale, ma non è così. Hans, una volta, entrò in un'osteria, era in un'osteria e vide una trattoria e vide una persona che si alzò dalla sedia, lui che era un acuto osservatore, perché come diceva Pino, era un personaggio, come diceva anche Paola, un acutissimo osservatore. Osservò che questa persona si alzò dalla sedia mentre lasciava uscire l'aria e piantò un urlo perché gli preso un dolore a livello lombare. Allora lui intervenne e gli suggerì di fare il contrario, cioè di mettersi a sedere, tornare a mettersi a sedere e di alzarsi dalla sedia e tirarsi su mentre prendeva aria. Il dolore scomparve all'istante. Ma questa ha una ragione, nel senso che quando noi ispiriamo, la nostra colonna vertebrale va incontro ad un'accentuazione delle curve, delle sue curve. E questo è quello che avviene durante l'ispirazione. Quando noi ispiriamo, la colonna vertebrale si ridistende e quindi se vogliamo assecondare e far sì che non si verifichino dei blocchi, occorre rispettare questo abbinamento. Cioè quando noi scelziamo la sedia di farlo mentre prendiamo aria. E riceviamo anche, come dire, utilizziamo anche la spinta che questo movimento congiunto ci dà. Poi insegniamo anche come sollevare i pesi. Per esempio un'altra cosa che suggeriamo perché è importante è quello di, che so, di non usare sempre, se noi facciamo le faccende di casa, non usare sempre la granata da una parte, ma di fare anche un contromovimento. Di non usare, per esempio, ora un po' si sa questa cosa, da un po' di anni, questo soprattutto per gli uomini, di non mettersi il portafoglio nella tasca destra dei pantaloni, perché questo crea una compressione su un muscolo che è molto profondo, si chiama muscolo piriforme, che è attaccato in profondità su un'articolazione, che è quella tra il sacro e l'osso dell'anca, l'osso eliaco. Questo muscolo una volta si pensava che fosse assolutamente immobile e invece è stato visto che questo muscolo in realtà ha un movimento ed è un movimento che addirittura dura indipendentemente dalla vita, nel senso, dura insieme per 72 ore dopo la morte, di moto proprio, cioè si muove in continuazione da solo. Quando noi abbiamo un accorciamento di un arto rispetto all'altro, succede che un evibacino va indietro e l'altro va in avanti. Ora io sto esagerando, non è così, ma solo per farvi capire. In questo movimento i muscoli che entrano in gioco possono portare, e uno di questi è il piriforme, a una contrattura dello stesso e magari noi possiamo avvertire, non so se qualcuno di voi l'ha sperimentato, quel dolore fastidioso di tipo puntore, come se qualcuno ci avesse infilato un punteruolo praticamente ai lati della colonna vertebrale in basso, che non sappiamo che ci accompagna e che ci dà parecchio fastidio. Ecco, quello è il segnale che c'è una contrattura di questo muscolo profondo. I muscoli sono due, uno a destra e l'altro a sinistra. Anche questo con un esercizio, cioè un procedimento di autoaiuto, è assolutamente possibile sbloccarlo, che poi questo è collegato in realtà anche alle articolazioni temporomandibolari. Ci sono delle articolazioni corrispondenti, che si rifanno poi a un principio, a Lovett Browder Principle americano, dei chiropratici americani. Quindi effettivamente qualunque lavoro noi facciamo sul corpo si trasferisce anche alle altre parti del corpo. Cominciamo! Grazie a tutti!